В преддверии нового года мы начинаем серию репортажей, каким в истории останется 2018 год. И сегодня я предлагаю вспомнить самое начало года. События, факты и люди с января по апрель 2018. Если спросить у любого человека, что было в этот день год назад, то вряд ли кто-то сможет ответить точно. Наши архивы хранят самые важные моменты в жизни Славянского района для истории. И сегодня, под конец года, я предлагаю вам вспомнить некоторые из них. Итак, поехали. Январь 2018. Как только отгремели новогодние салюты, жизнь Славянского района закипела. Одним из самых приятных моментов Нового года стало торжественное открытие после реконструкции в рамках программы формирования доступной городской среды партии «Единая Россия» двора многоквартирных домов по улице Лермонтова 270. Очень приятно иметь такой обновленный двор, то, что у нас было, не сравнится с нынешним. Много спортивного инвентаря. Счастью нет предела. Спасибо огромное. Нет слов. Благодаря этой же программе в январе был торжественно открыт реконструированный парк в Харжевском сельском поселении. За 2018 год на благоустройство дворов по этой программе было выделено более 20 миллионов рублей, большая часть из которых направлена на реконструкцию дворов в Петровском сельском поселении. Январь 2018 года оставил свой след в веках и в прикубанском поселении. Там на средства благотворителей на территории храма была установлена ротонда для набора освещенной воды. Благоустройство территории не прекращается. Ведутся планомерные работы. Здесь предстоит нам построить еще несколько основных зданий, включая здание основного храма, потому что эта часть здания – это наша входная группа, и когда-то она будет притвором. Вот и прошел почти год с того момента, как Краснодар Автодор установил ограничение на въезд в город для всех видов транспорта по трассе со стороны Анастасиевской. Причиной к такому решению стало увеличившееся количество аварий со смертельными исходами на этой дорожной развязке. Спустя год можно говорить о том, что мера оказалась действенной, и количество серьезных аварий на этом участке сошло на нет. А еще в самом начале года в Славянский район приехали сотни лучших ликоатлетов Краснодарского края, чтобы заявить о себе в первом старте года, который называется «Краевой рождественский турнир». Представлены все муниципальные образования нашего края, очень много спортсменов высокого класса, порядка шести человек, мастера спорта международного класса. Здесь мы уже начинаем просмотр всех спортсменов для участия в дальнейших соревнованиях. Учащиеся техникумов принимали участие в профессиональных соревнованиях WorldSkills. Впервые профнавыки в них показали будущие пожарные, обучающиеся в сельхозтехникуме. Лучшего в профессии определили и учителя района. Победителем основного конкурса в 2018 году стала учитель русского языка и литературы из 1-го лицея Татьяна Мартяшина. Одним из самых масштабных мероприятий января стало открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который в этом году был посвящен 75-й годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Это большая очень работа, сложная, интересная. Я считаю, что это большой праздник, и он нужный, и мы ее будем проводить все время. В феврале 2018 года жительница Славянского района, одна из первых в крае, начала получать пособие на рождение первого ребенка, которое теперь гарантировано государством. А для того, чтобы гарантированное государством медицинское обслуживание было в районе на хорошем уровне, в феврале шестерым приглашенным специалистом Славянской ЦРБ торжественно вручили ключи от собственных квартир. Начало года для власти района очень важное время. Во всех поселениях муниципалитета прошли отчетные сессии, на которых органы местного самоуправления отчитались о сделанной в предыдущем году работе перед населением и депутатами. Последний отчет перед избирателями держал глава района Роман Синеговский в ходе ежегодного хозактива. По его итогам работа власти была оценена положительно. В целом, если бы все так работали, как Роман Иванович, как вся его команда, как весь депутатский корпус, всем огромное зло и благодарность и так держать. Если вы понимаете такую планку, значит задача должна быть с перспективой, то есть вперед уважаемый Роман Иванович. У вас все получается, и у вас очень мощная, правильная команда. Спасибо за работу. Верность в направлении развития территории подтверждает и тот факт, что главное политическое событие в жизни страны выборы президента прошли в Славянском районе с хорошей явкой избирателей. Славянцы, солидарно со всей Россией большинством, высказали свое одобрение на посту президента Владимиру Путину. Благодаря общественной инициативе и реализации программы по формированию комфортной городской среды на пересечении улиц Красной и Школьной новой жизнью зажил парк, который получил название «Молодежный». А в реконструированной немногим ранее аллее любви появились лесные обитатели – белки, сразу ставшие местной достопримечательностью. Своими успехами в начале 2018 года нас радовали юные робототехники и исследователи станций юных натуралистов. Зима и начало весны – это всегда прекрасное время для больших концертов, которые организует славянская культура. В уходящем году масштабно прошли проекты «Пою моё Отечество» и «Тебе поём мы, Родина героев». Снегный ветер вспомним, друзья, нам дороги эти забывать нельзя. А теперь о погоде. Январь, февраль, март и апрель не принесли в 2018 году никаких сюрпризов в виде погодных аномалий. Ветрено и прохладно. Температура не опускалась ниже минус 4 в ночные часы. Но наступил долгожданный цветущий май, который принес не только хорошую погоду, но и старт нового летнего сезона, о главных событиях которого мы расскажем в следующем выпуске. Мария Климова, Константин Монастыренко, программа «События».